Всем привет! Меня зовут Евгений Киселёв, а гость у меня сегодня Владимир Милов, известный российский политический и общественный деятель и чрезвычайно популярный в интернете блогер. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Очень рад снова быть с вами. Давайте попробуем подвести итоги уходящей недели. Вот смотрите, у меня такое ощущение, что на самом деле самое главное событие у нас только впереди. Я имею в виду завтрашние выборы в Турции. В действительности событие глобального масштаба, потому что если вдруг проиграет Эрдоган, опросы общественного мнения показывают, что его главный конкурент наступает ему на пятки, если вообще не на полушага впереди, то международные политики, в том числе и касающиеся и России, и Украины, могут, на мой взгляд, произойти очень важные изменения. Согласны? Абсолютно согласен. И не только в международной политике. То, что Турция потеряла по рэнкингу Freedom House статус свободной страны при Эрдогане, это вообще был очень важный такой сдвиг. Это один из главных факторов, который рассматривался, когда говорили о глобальном отступлении демократии в последние полтора десятилетия и наступление диктатуры. То есть Турция сама по себе – это очень важный такой battleground, площадка битвы между демократическими ценностями и вот этим культом сильного лидерства и авторитарным правлением. То есть Эрдоган был одним из ярких примеров вот этого неопутинизма. И если, конечно, он уйдет, то это будет означать просто очень серьезный разворот глобального масштаба, даже дело не в каких-то внешнеполитических вещах. Хотя и здесь будут очень серьезные последствия. То есть новое руководство Турции, очевидно, возьмет гораздо более прозападный курс и гораздо более жесткий в отношении Путина. Но при этом не исключено, что Эрдоган останется у власти, и тогда ведь будет совершенно обратная реакция. Это будет тяжелый удар по демократическим силам не только в Турции, но и во всем мире, согласитесь? Не хочу забегать вперед, но мне очень сложно увидеть сценарий, по которому Эрдоган останется у власти. Дело в том, что там же стремление турецкого общества вернуть свободу, оно же не новая история. Там Эрдоган с огромным напряжением выигрывал все последние выборы. Он даже терял парламентское большинство несколько лет назад и был вынужден там устроить досрочные выборы на фоне операции против курдов, которые чуть-чуть ему подтолкнули рейтинги, помогли. Его партия проиграла местные выборы практически во всех крупных городах и муниципалитетах в последние годы. То есть это такая лавина, которая шла давно. У него совершенно, очевидно, нет большинства. То есть удерживаться он может только какими-то недемократическими методами, отменой результатов голосования или чем-то похожим. И я думаю, что это вызовет, конечно, колоссальные протесты. Еще раз напомню, что практически все крупные города и муниципалитеты контролируют оппозицию. В таких условиях она, конечно, создаст благоприятные возможности для народных протестов и так далее. Думаю, что ему не удержаться в этот раз. Но посмотрим. Конечно, действительно ситуация там такая. Ну, она не 50 на 50 все-таки в пользу оппозиции, но близкая. Поэтому, конечно, это такой самый главный сюжет для того, чтобы запастись попкорном на ближайшее время. Возможно, кстати, вот что по итогам 14 мая мы не узнаем окончательный результат, потому что с высокой вероятностью будет второй тур президентских выборов 28 мая. Но думаю, что все шансы, что в парламенте, там же всеобщие выборы и в Большую Национальную Ассамблею тоже в парламент проходят выборы. Думаю, что вот там партия Эрдогана точно потеряет большинство. И, скорее всего, он на президентских выборах придет вторым, точно не первым. Поэтому, конечно, завтра такое будет. Как пели Пинк Флойд, great day for freedom. Ну, вот внимательно следим за этим. Ну, хорошо. Как вы думаете, что может измениться в случае, если к власти в Турции придет оппозиция в отношении России и Украины? Смотрите, я уверен, что я общался со многими представителями турецкой оппозиции. Они смотрят на Путина как на стратегического врага. Там большой вопрос, с какой степенью жесткости они к нему будут действовать. Потому что все-таки турецкая экономика, она очень зависит от отношений с Россией. И просто так все это сотрудничество сворачивать, это будет довольно полезно. И тем более, что в последнее время масштабы вот этой взаимной торговли и отношений выросли из-за того, что через Турцию отходят санкции. Но, в принципе, турецкая оппозиция считает Путина во многом виновным в том, что Эрдоган мог удерживаться так долго. Она считает его основным источником такой внешней помощи и подпитки режима Эрдогана. Вот не случайно Кемалькович Дороглу, главный оппозиционный кандидат, он буквально на днях выступил и прямо обвинил Россию в вмешательстве в выборы на стороне Эрдогана. Но это довольно очевидно, то есть они там предоставляют какие-то многомиллиардные отсрочки по платежам за газ и какие-то еще ништяки и так далее. То есть у них нет ни одного повода любить путинский режим и очень много поводов его ненавидеть. Плюс экзистенциально все-таки вот эта республиканская народная партия, которая долгое время была основной политической силой в Турции, она экзистенциально все-таки рассматривает страну как часть демократического запада. И, конечно, вот этот курс на изоляционизм, который Эрдоган брал в последнее время, ну будет очень серьезный разворот. Более того, там, я думаю, что в коалицию правящую войдет и курдская партия. И они, конечно же, отменят все вот эти вот придирки Эрдогана по приему в НАТО Швеции, которая была связана с курдским вопросом. То есть Швеция практически автоматом сразу попадает в НАТО, если оппозиция приходит. Ну и, конечно же, они будут поддерживать Украину более активно. То есть вот вопрос, с какой жесткостью Турция будет сворачивать сотрудничество с Россией и присоединиться ли к санкциям. Но вот вектор в эту сторону, он совершенно точно будет. Поэтому Путин и пытается в последние вот дни какие-то такие дикие карты на стол бросить, чтобы все-таки попытаться вот в последний момент Эрдогана выйти. Есть несколько тем, которые непосредственно связаны с войной России против Украины, которые обсуждались всю неделю. Ну, все ждут начала масштабного контрнаступления, или точнее генерального наступления, можно сказать, правильнее вооруженных сил Украины. По-прежнему не совсем понятно, начинается оно, или это только кажется, что оно начинается, но вот эта истерика откровенная, которая пошла сейчас в прокремлевских, пропутинских средствах массовой информации, вот в телеграм-каналах, которые ведут так называемые военкоры, в заявлениях отдельных ведущих пропагандистских ток-шоу, это действительно испуг? Или это какой-то спектакль специально организованный? Нет, это действительно испуг. Я думаю, они начали, то есть было много разговоров об украинском контрнаступлении в таком отчасти гипотетическом формате, но сейчас, когда мы видим, что ситуация активизировалась, и украинцы наносят массированные удары по различным пунктам снабжения, складам и командным центрам, мы видим, что на отдельных участках фронта контрнаступления, по крайней мере, в небольших масштабах, уже украинцы пытаются осуществить. Я думаю, что здесь просто проявились со всей очевидностью все фундаментальные слабости российской армии на передовой. Во-первых, проблема номер один – это, конечно, мотивация личного состава. То есть вот то, что мы слышали в последние дни о том, что там какие-то воинские части, Минобороны оставляли позиции в районе Бахмута, это ровно то, что я предполагал, что как только появится перспектива того, что украинцы прямо начнут массированно атаковать российские позиции, многие там солдаты и офицеры просто побегут. То есть у них нет никакой мотивации сражаться до последнего вздоха. Они вообще, по моим представлениям, там большинство просто задается вопросом и не понимает, что мы здесь делаем. Ну и, естественно, когда тебя начинают утюжить из мощного западного оружия и есть просто перспектива погибнуть вот прямо сейчас. Думаю, что вот таких оставлений позиций, бегства мы увидим просто много, поэтому есть риск обрушения фронта. И я думаю, что вот украинцы, мне кажется, должны делать главную ставку именно на это. Это будет иметь такие прямо каскадные последствия, то есть если все побегут, значит, это мы прямо увидим, это будет впечатляюще. Ну и вторая история, вот то, о чем Пригожин постоянно ноет и жалуется, это постоянные хронические проблемы с нехваткой боеприпасов, огромные проблемы со снабжением. Снабжение это вообще ахиллесово пята российской армии. Вот я так и не понял, что они в Украину полезли, не имея нормальной, налаженной и хорошо отфинансированной системы снабжения войск. Все вот эти вот пропагандисты военкора, я думаю, что они эту ситуацию более-менее понимают. И вот на опыте последних недель, когда она прошла такой, ну, не прошла тест, да, реальными какими-то обстоятельствами, видно, что все плохо, и снабжение не работает, боеприпасы не подвозят, и воинские части бегут в полном составе, да. Я думаю, что они просто это умножили на возможный масштаб контрнаступления и поняли, что может все посыпаться. Поэтому я считаю, что это абсолютно искренняя такая паника, и мы этого увидим больше в ближайшее время. Ну, хорошо, а как вы можете прокомментировать историю с Пригожиным, который, знаете, почему-то я вдруг вспомнил название популярного французского боевика времен моего детства. Фантомас разбушевался, вот просто какой-то разбушевавшийся Фантомас этот Пригожин. Каждый день он выкидывает какой-нибудь новый номер, ну, а уж его персональный наезд на Путина, я думаю, что это был наезд на Путина, когда он сказал про дедушку, который оказался законченным мудаком. Это такое совершенно новое слово в российской публичной политике. Что вы думаете? Он какую игру играет? Или это спектакль, а не игра? Да, это, безусловно, наезд лично на Путина. Тут никаких двойных трактовок, мне кажется, быть не может. Все все поняли. Я думаю, мы наблюдаем финальную часть пьесы под названием «Пригожин». Он понимает, что это конец для него, он понимает, что он проиграл. То есть вот это поражение перед лицом украинского контрнаступления – это его личное поражение, потому что он же раздувал себя и в политическом, и в пиаровском плане в последние месяцы именно вот на этой ноте, что я могу лучше, чем российская армия, я вот сейчас приду вам и покажу класс. Теперь всем абсолютно очевидно, и, конечно, руководству России тоже очевидно, что класса там никакого нет. Это был один сплошной выпендреж, и даже каких-то миллиметров, которых они достигли, было достигнуто ценой просто огромных жертв и вот этих мясных штурмов. То есть «Пригожин» потерпел стратегическое поражение. Он понимает, что это конец, и он устраивает истерику. Вот вы как бы там вспомнили французский фильм, а на самом деле, вы знаете, вот это очень типичное психологическое поведение. Есть много фильмов, например, «Как террористы берут заложников», или как, скажем, был известный «Капитан Филлипс» фильм с Томом Хэнксом про сомалийских пиратов. Вот это типичный портрет поведения террориста, который понимает, что все, он не смог добить своих целей, ему осталось недолго, и скоро ему конец. И конец, это, скорее всего, будет ужасен. Поэтому здесь вот в его поведении нынешнем нет абсолютно ничего необычного. Он находит возможным бросать вот такие публичные вызовы российскому руководству, потому что он считает себя незаменимым. То есть вот не зря он шантажнул, типа, что Вагнер оставит позиции. Он понимает, что как бы если Вагнер разбежится и уйдет, то у Путина прям будут большие проблемы держать оборону. Поэтому вот он понимает, что у него есть вот пистолет, приставленный к виску, и он может им шантажировать. Но я думаю, вы можете догадаться, что Путин и его ближайшее окружение, они, конечно, такого шантажа там не то, что не любят, а абсолютно нетерпимы ко всяким таким попыткам и так далее. Поэтому, конечно же, они не могут прямо сейчас от него избавиться. Действительно, Вагнер на оборонительных позициях им очень нужен. Но, с другой стороны, он фактически себе вот этими наездами подписал приговор. То есть у него никакого будущего с Путиным в этой ситуации нет. Как только при малейшей возможности его уберут, один из вариантов – это если действительно посыпется фронт и станет как бы уже там все равно, есть там Вагнер или не Вагнер, просто все бегут, да. Я думаю, что вот мы здесь увидим какую-то расправу с ним. Ну, а все-таки у самого-то Путина какая дальнейшая линия поведения может быть? Какая игра? Вам не кажется, что он тоже напоминает одного из героев, упомянутого вами фильма, про капитана Филлипса? Вот он влез в Украину, ничего не получается. Дальше что делать? Ну, смотрите, у него сейчас, мне кажется, очевидная тактика. И здесь вот, как всегда, накладывается вот его представление о жизни с реальностью, которая совершенно другая. Он считает, я абсолютно уверен, что ему докладывают, что вот на тех территориях, которые Россия смогла оккупировать после начала полумасштабного вторжения, на Донбассе, в Запорожье и Херсонской области, что мы там укрепились, и что, значит, там достаточно все заминировано, хорошие укрепления построены. Что говорить там? Украинцы уже полгода прошло, как освободили Херсон. Много времени было. И за это время, я думаю, что они действительно, вот это, кстати, большая проблема для украинского контрнаступления, они действительно провели там минирование, построили оборонительные сооружения. Я думаю, вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, вот эти вот новости, что есть признаки бегства и осыпания фронта, вероятного, Путин, его оптика этого не дает. Он считает, что у нас все укреплено. И он считает, грубо говоря, что надо вот сейчас держать позиции, работать на истощение Украины, а там придет время. С одной стороны, Россия поднакопит дополнительных ресурсов для какого-то нового большого наступления. С другой стороны, придет какой-нибудь Трамп или Десантис, который прикроет Украине помощь. В целом, на Западе устанут от этой войны, устанут от того, что постоянно нужны там десятки миллиардов на военную, экономическую поддержку Украины и так далее. То есть вот держать оборону, накапливать силы, истощать Украину и ждать какого-то вот открытия окна для качественного изменения ситуации. Вот это вот его тактика. Думаю, что к ситуации успешного контрнаступления и обрушения фронта он совершенно не готов. Как он был не готов год назад, когда у них с Блицкригом ничего не получилось. Это будет вторая история повторения все той же самой серии. Но я вот вижу его сейчас. Он демонстрирует какие-то признаки успокоенности определенной. То есть мне кажется, он уверен, что вот эти все его факторы сработают. Здесь есть одно важное но. Вот контрнаступление Украины мы не знаем, насколько успешным оно будет. То есть здесь есть очевидные плюсы, потому что наверняка вооруженные силы Украины хорошо готовились и знают слабые места и знают, как действовать. Второй плюс – это, конечно, то, что моральный дух российских войск очень слабый, о чем мы говорили. Но минусы в том, что вооружение и тяжелые техники Украины все-таки маловато, о чем они и сами говорили в последнее время. И мы не знаем, насколько эффективно Россия укрепила вот эти участки фронта на захваченных позициях. То есть все-таки, еще раз, то, что там тотально все заминировано, например, это может быть большой проблемой. Опять же, авиации Украины нет для того, чтобы поддерживать наступление. То есть здесь ситуация такая. Есть факторы, которые говорят в пользу успешности и контрнаступления. Есть вот те, которые наоборот. Думаю, что Путину докладывают, скорее всего, с акцентом на наоборот. И поэтому вот он себя так в отличие... Почему Пригожин-то и говорит про счастливого дедушку-мудака, который живет в каком-то придуманном мире? То есть вот это четкая иллюстрация, что Путин реально, скорее всего, себе такой истинной обстановки на фронте не представляет. Ему докладывают, что все там, мы готовы к контрнаступлению, отобьем, и все у нас в порядке. Ну, на самом деле, если вы читали то, что написал Патрушев в газете «Известия» не так давно, мне кажется, что вот это была очень важная публикация с той точки зрения, что она приоткрывает дверь в тот мир, в котором живет Путин и его ближайшее окружение, мир, который совершенно не соответствует действительности. Вот вы сказали про надежды Путина на то, что Трамп, Десантис или кто-то еще придет к власти в Америке в результате выборов в будущем году, или какое-то другое произойдет, драматическое изменение на международной арене, и вот этот вот фронт поддержки Украины посыпется. Вы видели, как российский журналист разговаривал с лидером большинства республиканского в Конгрессе США, вот когда тут Маккарти приезжал в Израиль. Видели? Я видел, но единственное, что я бы не принимал это за чистую монету, потому что Маккарти это человек, который будет абсолютно лоялен новому президенту республиканцу, то есть мы вот это видели, например, когда Трамп был избран, это многим республиканцам не нравилось, но они выстроились все в ряд и делали, как он говорит. Все-таки президентский авторитет там гораздо сильнее этим, то есть из Белого дома будет исходить основное указание, как действовать. И вот здесь опасная действительно тенденция состоит в том, что сейчас 80% избирателей на республиканских праймерис готовы голосовать либо за Трампа, либо за Десантиса, и Трамп и Десантис уже четко обозначили, что они считают стратегическую поддержку Украины неправильным, поэтому я бы все-таки здесь вот на Маккарте ориентировался во вторую очередь, а смотрел, что происходит именно на президентских праймерис. До президентских праймерис у нас еще больше полугода. Есть время. Есть время, но вот этот эпизод мне показался очень характерным. Почему? Потому что корреспондент российского телевидения явно транслировал те настроения, которые существуют, и те надежды, которые существуют в Москве, в Кремле. А эмоциональная реакция, именно эмоциональная реакция американского политика была тоже, мне кажется, достаточно очевидна, что вот он сказал, подождите, что вы за ерунду? Вот в подтексте было, да что вы за ерунду такую говорите? О какой ерунде вы меня спрашиваете? Понятно, там дальше могут быть те коррективы, которые, о которых вы говорили, но при этом, мне кажется, вот это очень наглядное было показание, как по-разному воспринимают в России и на внешнем ее контуре реально происходящее в мире событие. Верно, я с этим согласен, но это в целом такое обычное поведение и пропаганды, и вот этих лидеров, диктаторов, которые сами себя убеждают в придуманной ими картине мира, они очень как бы спрямляют все нюансы, и если они где-то от кого-то в республиканской партии услышали, что хватит Украине помогать и что мы так поссорились с Путиным, то значит они автоматически распространяют, что наверное и вся республиканская партия должна так думать. Но это в целом мы видели у многого у Путина вот примеров и у Патрушева и у всех, примеров такого очень примитивного линейного мышления и спрямления каких-то сложных ситуаций, поэтому они многого не могут добиться, поэтому они вот собственно не добились успеха в целом в атаке на Украину и провалился их блицкрик, поэтому они до сих пор не могут сколотить коалицию какую-то в свою поддержку на международном уровне и даже вот с Си Цзиньпином у них не особенно что-то получается. Так что да, не особенно получается, вы считаете? Не особенно, но вот как мы говорили, помните, было много разговоров, сейчас Китай начнет там поставлять оружие, ничего не начал и явно не собираются этого делать и более того, видно сейчас, что вот мне кажется, по моей информации, которая у меня есть, Кремль дико раздражен контактами Китая с Украиной, которые начались через несколько недель после возвращения Си Цзиньпина из Москвы, по моей информации, это было одно из требований к Китаю, типа Украина наша, вообще не вмешивайтесь в это и не общайтесь с ними, но мы видим, что не только Си поговорил с Зеленским, но и сейчас вот китайский эмиссар воскопоставленный поедет в Киев, я знаю, что это сильно Москву раздражает, поэтому Китай продолжает какую-то свою такую прагматичную игру в своих интересах и сделать его однозначным союзником у Путина не получилось. Слушайте, а вот к вопросу о Китае, мне тут рассказали такую версию, не знаю, как к ней относиться, что это по просьбе или, скажем так, по настоятельной рекомендации Китая, вдруг неожиданно почти все лидеры стран СНГ, центрально-азиатских стран СНГ, которых в Москве вроде бы и не ждали, там ждали на 9 мая только президента Киргизстана, но вдруг они почти все приехали. Мне сложно сказать, у меня нет такой информации, но явно там произошло что-то экстраординарное, потому что они не собирались ехать, очевидно, и вдруг внезапно все оказались в Москве. Еще раз, ничего не могу сказать, но вот в пользу этой версии говорило бы то, что там присутствовал президент Туркменистана, потому что на Туркменистан у Путина нет никаких рычагов, которые он мог бы надавить сегодня, чтобы заставить его приехать на Красную площадь. Знаете, я вот в чем я сто процентов уверен, что все же говорили, что там будет какая-то атака Красной площади украинскими беспилотниками и так далее. Вот эти все центрально-азиатские лидеры, они жуткие трусы, просто ужасные. И, соответственно, для того, чтобы переступить вот это и приехать туда, где в тебя может что-то попасть, ну, это надо было какое-то очень серьезное основание и серьезный рычаг. Вот если на Казахстан, например, у Путина такие рычаги есть, то на Туркменистан точно нет. Поэтому здесь вот это было бы возможно, но еще раз, это вот для меня это как бы чистая спекуляция, у меня нет никаких фактов это подтверждающих, но там были какие-то серьезные рычаги, чтобы заставить их всех приехать. Кстати, насчет атаки беспилотников, дронов, у меня не было возможности вас раньше спросить. Ваша версия относительно атаки дронов на кремлевские купола. Это чьих рук дело было? Ну, это дело рук противоположной Путину стороны, скажем так, либо напрямую Украины, либо каких-то диверсантов. Смотрите, вот я знаю, что там есть версия, что это ФСБ все организовало, чтобы оправдать там что-то и так далее. Есть несколько признаков, что происходит, когда ФСБ что-то делает, чтобы оправдать. Первое, как бы за этим сразу следует действие. То есть, если вот им нужно что-то, чтобы оправдать вот что-то последующее, то вот это последующее сразу будет. Если этого последующего нет, значит, как бы тогда смысл делать это все не очень просматривается. Вторая история, что ФСБ всегда бьет по людям, по гражданским объектам. Она никогда не бьет по себе. Себя они жалеют. А вот это вот их периметр. То есть, вот этот Сенатский дворец, это место, где сидит весь Совбез, где сидит весь Патрушев, Медведев, весь их секретариат и так далее. И, возможно, там какого-то большого ущерба не было нанесено, но я точно знаю, что символически это очень плохо для Путина. То есть, в его собственной номенклатуре разговоры идут такие, что, типа, вот там среди моих собеседников однозначная реакция, что это типа они пропустили гол, то есть, никто это не считает. В отличие от тех же взрывов домов, когда сразу появилась эта версия про ФСБ именно в номенклатуре, здесь все говорят, ну нет, это как бы слишком для них такое статусное место, которое как раз вот возможность или невозможность его атаковать, она как бы символически определяет силу или слабость режима по собственной защите нашей. Вот, и все как бы, то есть, вот чиновники, я вижу, они это воспринимают, что это типа мы пропустили гол, да, то есть, кто-то смог нас атаковать, поэтому исключать ничего нельзя, но по всей этой совокупности последствий, тоже по реакции пропаганды, она была такая очень-очень смешанная, да, видно, что, ну нет, это не они, скорее всего. Смотрите, еще одна важная тема, вот буквально под конец недели мы узнаем, что президент Украины Владимир Зеленский готовится совершить еще несколько важных зарубежных визитов, мы помним, что раньше он за границу вообще не ездил, сейчас, смотрите, один раз ездил в Европу, сейчас он едет в Германию, едет в Италию, с папой римским даже собирается встречаться в Ватикане, о чем это на ваш говорится? Ну, мне кажется, с практической точки зрения им это нужно очень, потому что вот сейчас какой-то такой решающий момент, когда выделение дальнейшей помощи Украине, а им нужна очень большая продолжающаяся помощь, и военная, и экономическая, очень сильно зависит от ожиданий по поводу вот этого контрнаступления, то есть приняли решение выделить им там какие-то десятки миллиардов долларов, но вот что дальше, это в принципе примерно понятно, что помощь продолжится, но по конкретным масштабам, по уверенности в том, что страны Запада делают, есть много вопросов, есть большая неопределенность, и мне кажется, он правильно делает, что он хочет в личном контакте эту неопределенность развеять, объяснить, что у Украины, грубо говоря, есть план, что ее стоит продолжать поддерживать, тоже и почувствовать, я думаю, какая там обстановка, потому что в принципе, вот когда не общаешься с европейскими политиками, то возникает вот это ощущение, что могут устать от войны, выбрасывать миллиарды в топку поддержки Украины, когда поговоришь, понимают, что нет, все нормально, там и надо просто вот показать какую-то свою способность к действию, но вот этого риска, что завтра прекратится помощь, его реально нет, поэтому это очень важная такая дорога с двусторонним движением и убедить их в своих планах и в том, что Украину стоит продолжать поддерживать, ну и почувствовать температуру с той стороны, посмотреть, какая реакция, вот, поэтому в принципе, очень правильно делает это своевременно, конечно, и надо говорить с этими лидерами обязательно. Ну вот Папа Римский, с которым Зеленскому, очевидно, предстоит встретиться, он ведь у нас такой миротворец, он вот из породы тех политиков, которые говорят, главное приостановить боевые действия, главное прекратить огонь, главное, чтобы прекратилась литься кровь людей, вот его встреча с Папой Римским, встреча Зеленского, я имею в виду, в этом смысле что-то может изменить? Я не жду от этого чего-то, кардинального, но с другой стороны, думаю, что может в таком плане, что Папа Римский, если вот послушать его внимательно, он все-таки говорил об этой войне как о некоем абстрактном конфликте, да, ну то есть война, балл, война, всегда вот кто-то с чем-то поспорил, начали стрелять, там есть жертвы, это плохо, давайте, значит, братва, не стреляйте друг в друга, да, это вот такой месседж от Папы Римского мы слышали. Я думаю, что Зеленский может убедительно и доказательно ему продемонстрировать, кто здесь военный преступник и агрессор, и что это не ситуация, вот знаете, такого 50 на 50, да, там типа Уганда вторглась в Танзанию, и вот мало ли там чего-то происходит. Здесь мы имеем дело с совершенно варварским и бесчеловечным актом агрессии вот одного из самых таких варварских режимов 21 века, который хочет насадить новый миропорядок и вообще не считается ни с жизнями людей, ни с чем. Я думаю, что у Зеленского много, вообще в Украине вопросы церкви и веры, они очень важны, я уверен, что там есть люди в окружении Зеленского, которые, скорее всего, ему подобрали правильный набор фактов и слов для того, чтобы с Папой Римским поговорить, поэтому мне не кажется это суперважным, но тем не менее, учитывая публичность Папы Римского, попытаться его как бы чуть-чуть развернуть от абстракции вот к реалиям, я думаю, что этот разговор вполне может пойти на пользу. Да, а вот как быть с подобными настроениями в самой России? Вот у нас в Российской Федерации есть такой политический филиал Ватикана, можно сказать, представительство Папы Римского в лице партии Яблоко, которые тоже призывают любой ценой остановить эту войну, прекратить огонь, сесть за стол переговоров, главное, чтобы люди не погибали с той и с другой стороны. И появился у них даже такой термин, те, кто выступает за поддержку Украины, за продолжение освободительной войны украинцев против российских агрессоров, это партия чужой крови. Вот как вы можете такую позицию прокомментировать? Ну, я не думаю, что это имеет большое значение, потому что какого-то политического влияния у партии Яблоко нет вообще, давайте говорить откровенно. И даже вот в России им аудитория перекрыта, то есть им просто даже своими там всеми прекрасными идеями как-то донести их до народа, а у них вряд ли это дело получится. А в целом, если говорить о российском обществе, то вот мы сейчас видим, что оно так застыло, зацементировано вот в своем этом нежелании вообще вот уткнувшись в какую-то свою частную жизнь, в такой эскапизм, вообще нежелании выдираться оттуда и смотреть, что реально в мире происходит. Мы стараемся своим вещанием на Россию их так вот поштучно выдирать оттуда, в каких-то масштабах это получается. Но вы знаете, в России по-другому на это смотрят, то есть там нет вот этого, там как бы идея возвращения в старую привычную жизнь, как мы на Западе это слышим, давайте вы просто подпишите какое-то мирное соглашение, там Украина отдаст какие-то территории, и мы сможем снова заниматься какими-то своими делами, как и раньше. В России в целом это немножко по-другому звучит. Мы и так занимаемся своими делами, ничего знать не хотим, отстаньте от нас там все там и Путин и Навальный и партия Яблоко и так далее. Поэтому здесь работать приходится скорее всего вот с таким отношением. Получается людей из этого вытаскивать, но я повторю, что этот процесс не очень быстрый и скорее поштучно, но другого варианта нет, надо продолжать работать. В целом я хочу сказать, что у нас среди россиян я вижу, что есть такая очень серьезная поляризация мнений, поэтому вот этот миддлграунд такой, давайте вы как-то просто договоритесь, он к этой ситуации неприменим. То есть здесь нет в российском обществе нет такой условно говоря партии мира, которая была бы далека от Путина или далека от поддержки Украины и вот просто поддерживала какие-то абстрактные мирные переговоры. У нас очень все поляризовано, а между этим есть большая часть общества, которая вообще отстранена и не хочет никого слышать, поэтому здесь вот эти разговоры об абстрактном мире, мне кажется, я не знаю, кому они адресованы, я в российской среде не вижу адреса к кому вот эти заходы такие, как у Папы Франциска могли быть обращены. Ну а на сегодняшний день, по вашим оценкам, я понимаю, что о каких-то серьезных исследованиях общественного мнения говорить не приходится, но все-таки вот по вашим ощущениям, если угодно, сколько людей составляют, какой процент людей в России сегодня составляют партии войны, которые порвут за Путина и те, которые готовы реально бороться с путинским режимом? ну смотрите, если так грубо совсем, я считаю, что сторонников войны, то есть люди, которые понимают, что происходит и говорят там типа более или менее понимают и говорят да, мы поддерживаем путинскую спецоперацию и где-то 30-40 процентов населения, но из них вот таких хардкоровых, которые готовы порвать за Путина ничтожное количество, то есть это единицы процентов и мы видим по целому ряду признаков, например, абсолютно провальные попытки рекрутировать добровольцев на войну, то есть никто не идет, мизерное количество людей пришло, в конце прошлого года Шойгу назвал цифру 20 тысяч добровольцев за весь год списалось, но для России это просто ничто, сейчас огромное количество мне тоже присылают фотки и видео со всей страны, как вот эти все призывные пункты по набору контрактников, они пустые стоят, там все баклуши бьют, потому что никто и не идет, поэтому что-то изрыгать из себя насмотревшись телевизора это одно, а вот реально рвать за Путина, я помню, это вот как было в конце Советского Союза, когда там была очень серьезная часть общества, которая была против перемен и консервативно настроенная, но они также политически очень пассивны при этом, то есть конвертация вот этого имперского такого бу-бу-бу в реальные действия, а ее степень очень низкая. Но я бы сказал, что сторонников войны, которые говорят, что да, вот надо правильно все Путин делает, их нам где-то 30-40%, где-то твердая треть общества это люди, которые против, то есть сознательно против, тоже понимают, что происходит, единственное, что они, конечно, все очень напуганы вот этими тюремными сроками, и мы видим, что рандомно власти выдергивают совершенно обычных людей и дают какие-то невероятные варварские сроки, все остальное, то есть, грубо говоря, треть, треть и треть, да, оставшаяся треть это вот такое, как говорят, болото, которое вообще ничего не хочет знать, ничего не хочет слышать, хочет жить прежней жизнью, и там у политиков всегда какие-то войны, это не наше дело и так далее. И я думаю, что расклад такой, то есть мы видим нашей задачей, то есть есть такое, как мы говорим с коллегами, правило следующего шага, то есть вот как человек настроен, соответственно, надо так и подходить к этому, если им что-то не нравится, но они в целом как бы не очень знают, надо дать им больше информации. Если они уже сильно недовольны, но не понимают причины происходящего, значит, надо еще больше поговорить с ними и дать им факты, объяснить и так далее. Вот, то есть мы сейчас пытаемся свою вещательную и контрпропагандистскую работу строить таким образом, что переводить людей каждого в следующую соответствующую группу. Тех, кто за войну, хотя бы в нейтральную, а из нейтральной вытаскивать противников. Ну, в целом, по социологии видно, что за год, конечно, поддержка заметно упала, и тренд этот продолжается, хотя, к сожалению, не так быстро, как нам хотелось. что может еще оппозиция сейчас в реальной жизни сделать, кроме того, чтобы заниматься пропагандистской разъяснительной информационной работой? Ну, внутри России сейчас никакая политическая деятельность невозможна, потому что она официально объявлена экстремистской и за нее вот дают большие тюремные сроки. А я хочу просто сказать всем, что вот особенно если вам там не 20 лет, а постарше, ну, тюрьма это фактически означает сломанная жизнь. То есть, если вы проведете там, допустим, 6-7 лет заключения, вы выйдете с абсолютно изломанным здоровьем, изломанной психикой, невозможностью делать какую-то карьеру нормальную, это очень сильно негативно отразится на вашей семье и прочем. Поэтому понятное дело, что люди боятся. Вы знаете, кроме контрпропагандистской работы, честно вам скажу, мы занимаемся тем, что объясняем всем людям ориентированным в какое-то нормальное будущее, мы объясняем им, что им надо заниматься сбережением себя для лучших времен, которые обязательно наступят, и тогда в том числе и они смогут выйти на улицы и потребовать перемен. Я думаю, что это самое важное, то, что когда такое окно возможностей для перемен наступит, нам все эти люди будут нужны целые, здоровые, не сломленные и так далее. И вот мы сейчас стараемся это дело им разъяснять. А когда это окно возможностей наступит? Мы не знаем, но есть законы физики, потому что Путин взял на себя, вот мы собственно с этого начали, он взял на себя слишком много веса, который его система не сможет поднять, она надломится и по военным, и по экономическим, и по внешнеполитическим причинам и так далее. Видно, что вот у него попытка как-то выстроить такой вот, Советский Союз смог выстроить такую глобальную коалицию в противостоянии с Западом и Соединенными Штатами. Хотя у него были большие внутренние проблемы, и она в итоге тоже треснула, но мощь Советского Союза была гораздо более весомая, чем вот это вот что-то гнилое, непонятное, коррумпированное, что выстроил Путин. Система Путина гораздо слабее, союзников у нее ноль. Даже Иран неохотно действует, и кстати, вот обратите внимание, тоже ракеты поставлять не стал. Вот сколько было разговоров, что нужны иранские ракеты, но при этом Иран очень активно работает с Китаем, Китай как бы внес серьезный вклад в их примирение со злейшим врагом Саудовской Аравии, то есть Китай мог бы, например, тоже надавить или что-то предложить Ирану, чтобы Иран поставил России ракеты. Нет, этого не произошло, ракет нет и не будет. То есть, поэтому вот у Путина не получается выстроить всю эту устойчивую конструкцию, она обязательно треснет. В этой ситуации, знаете, я инженер-механик по образованию, я всегда говорю, что очень сложно диагностировать усталостные трещины в большом комплексном механизме, особенно если он непрозрачный и вам не дают его проверить и провести там диагностику, вы не знаете, что там внутри происходит. Но есть законы физики, то есть векторов давления на путинский режим так много, что он обязательно треснет, надо вот не задавать себе избыточных вопросов когда-когда, а просто продолжать давить со всех сторон и по законам физики это так или иначе произойдет. А вам не кажется, что опять-таки по законам физики вот такая огромная страна, как Россия, с таким количеством населения, с такой территорией, с такой экономикой все-таки немалой, это очень устойчивая конструкция? Нет, абсолютно не кажется, потому что экономика крайне примитивная. Там в индексе экономической сложности, который ведет Массачусетский институт технологий, мы где-то на 50 каком-то месте в мире. Это значит, что для начала эта экономика не может обеспечивать благосостояние большому количеству людей. Вот такая экономика примитивного характера. Следующий момент, что мы видим, что основной как бы рост благосостояния происходил в том сегменте, который связан с государством. То есть вся эта бюрократия, силовики и так далее. Была вот книжка Татьяны Малевой про средние классы еще в нулевые годы, которая показывала, что особенностью российского среднего класса является то, что там доминируют люди с государством связаны. Обычно в развитых странах средний класс это люди, работающие в частном секторе, но не у нас. И на этом фоне у государства кончаются деньги. Вот посмотрите, что с дефицитом бюджета творится. И вот я могу вас адресовать к знаменитому выступлению Дерипаски в марте на Красноярском форуме, который сказал, что у государства на все денег не хватит и кончатся они через год. Поэтому масштаб страны, да, но при такой экономической системе масштаб это скорее проблема, а не актив, потому что государство взяло на себя всю ответственность, но кормить все это дело оно не может, не в состоянии. Ресурсы у него ограничены, и это еще оттягивает все война. Поэтому в целом я хочу сказать, вот знаете, чтобы как-то, как бы там люди к войне не относились, это один вопрос там, и это очень подвержено телевизионной пропаганде. Но в целом вот ситуации социально-экономической в стране люди недовольны, очень массово недовольны. Хотите узнать, как это выглядит вот физически, просто почитайте предвоенные форумы и комментарии там к речам Путина и так далее. Массовые, да и даже сейчас в принципе видно вот во всяких региональных там форумах, телеграм-каналах и так далее. Недовольство системой массовое, каких-то условий для рывка и для прогресса и для роста благосостояния у системы нет. Поэтому вот эта вся теория, что это может там десятилетиями загнивать, если вы вспомните российскую историю, то она всегда вам говорит, что оно там загнивает, загнивает, но до определенного момента, когда власть ослабнет настолько, что каждый начинает кидать в нее камень. Вот это русская классика, как все развивается, поэтому я четко вижу тренды, что мы идем в эту сторону, но это может продолжаться какое-то время, это не должно нас смущать. Тогда возникает вопрос, а что может быть вот эта вот пригожинщина, нечто похожее распутинщине образца 1916 года? Ну, еще раз, здесь все-таки масштаб другой, потому что в 1916 году мы участвовали в Первой мировой войне, и реально там огромное количество людей, там миллионы людей были к этому причастны, вот почему стало возможно такое вооруженное противостояние и последующая гражданская война, потому что вот до этого в течение нескольких лет миллионы российских мужчин вот были на фронте и участвовали в масштабных боевых действиях. Здесь есть похожая аналогия, но масштаб не тот. То есть все-таки речь идет о том, что там несколько сот тысяч человек в вооруженном плане участвуют. В целом, если посмотреть на нашу историю, в России всегда был тренд на модерацию. То есть после сталинского значит вот этого ожесточения репрессий и военной экономики наступила хрущевская оттепель. Да, потом была опять какая-то консолидация, но такая, я думаю, вы тоже помните, довольно расхлябанная. И это многие руководства понимали, поэтому пришел Андропов, который захотел навести железную дисциплину, но это не заработало. Россияне и дисциплина это такие как бы противоположные вещи, они плохо живут вместе, поэтому это очень быстро все сменилось новой волной либерализации и ослабление гаек и так далее. То есть в принципе видно, что в России исторически всегда был тренд на умеренность, что попытки построить систему, основанную на жесткой дисциплине, жестокости, подчинении, люди из страха могут терпеть какое-то время, но им это не нравится, и они всегда в итоге поддерживают какой-то вариант, который будет означать больше умеренности, больше спокойствия, больше примирения с Западом в том числе, то есть в исторической перспективе я вот вижу, что какого-то желания ввести кровожадную войну в народе нет, и еще раз повторю, что самый главный индикатор этого, то, что добровольцами никто не идет, сколько они много здесь возникает вопрос о позиции элит, если опять-таки проводить параллели с 16-17 годом прошлого века, люди не все помнят, некоторые вообще не знают, что это, по сути дела, февральскую революцию совершили люди, которые уже были интегрированы в российские элиты, ее лидерами стали руководители тогдашней государственной думы, среди которых были в том числе и монархисты, великие князья пошли присягать временному правительству, не все, но некоторые, вот сегодня прослеживается хотя бы намек на готовность хотя бы какой-то части влиятельной элиты перейти к вот этой самой модерации. Ну, здесь как бы две новости плохая и хорошая, начну с плохой, что отличие нынешних элит от позднесоветской элиты, от поздней элиты царской империи, в том, что у них какой-то катастрофически низкий уровень самостоятельности, и это сознательно, то есть Путин строил такую систему, он последовательно сначала после кризиса 2008 года, потом после санкций 2014, он выстроил такую систему, когда все олигархи очень сильно зависимы от государства, то есть он может их лишить всего в течение там даже не 24 часов, а 30 секунд, он проводил очень серьезный отбор отрицательный среди чиновников, двигал наверх каких-то таких ноунеймов технократов послушных, ну если вспомнить 15 лет назад были имена тяжеловеса, я не знаю, Росси, Лужков, даже в экономическом блоке правительства были там Кудрин, Греф и Игнатьев, а сейчас я даже имя министра экономики не вспомнил просто так, поэтому там произошел очень сильно отрицательный отбор и серьезных фигур с самостоятельностью, с политическим влиянием, с общественной какой-то легитимностью там почти нет, поэтому от них ждать какого-то попытки Путина уговорить подписать отречение не стоит, они понимают, что даже не посадят, а бошку отрежут за это дело. Хорошая новость состоит в том, что вот это такая среда, которая не будет Путина спасать, когда под ним ситуация зашатается, то есть они попрячутся все и что-то делать для того, чтобы укрепить авторитет Путина они не будут. Вот очень важный симптом, я жду, что в ближайшее время в России начнут массово называть Путина по имени как основного виновника всех проблем. Все время чуть-чуть останавливаются в миллиметре от этого, называют каких-то генералов, предателей и прочее, но вот его не называют. Но вот симптомы уже идут, то есть Пригожин сказал про дедушку мудака, я думаю, что это возможно начало процесса, особенно если сейчас будет болезненное поражение на фронте, имя Путина будет звучать в негативном контексте, это будет способствовать снижению его авторитета, и тогда вопрос, что нам нужен новый вождь какой-то, он в коридорах начнет заживет какой-то своей собственной жизнью, но еще раз, решающих шагов каких-то вот от этой номенклатуры я не жду скорее бездействия, которое поможет в том числе каким-то процессом дезинтеграции этого режима. Ну что ж, спасибо большое Владимир за ваши ответы, за ваши комментарии, я напомню Владимир Милов, один из ярких представителей российской политической эмиграции, российской оппозиции, был сегодня гостем нашей программы, вот мы с ним попытались подвести итоги уходящей недели, и всем большое спасибо. Большое спасибо, до свидания. КОНЕЦ